И добра времени суток, мои дорогие подписчики и подписчицы, и мы продолжаем просмотр аниме, созданный в бездне. У нас по счёту идёт шестая серия первого сезона, и всё закончилось у нас в прошлой серии на том, что Рико и Рек по итогу, да, они добрались до второго уровня, само собой, и они подошли уже практически вплотную к тому месту, где, ну, не знаю, живёт, работает одна из белых свистков, в которой, в принципе, Рико советовали не ходить, но она всё равно решила, да, то есть та из белых свистков, которая помогала матери Рико вытащить её на поверхность, когда она была рождена, да, и она мне не сильно внушает доверие, исходя из того, что я, в общем, типа там, ну, увидел то, как она выглядит, да, и то, что она говорила, как бы это мне доверие не внушает. И, кстати, то, что мне сказали в комментариях после прошлой серии, это то, что, как я подумал, девочка, которая смотрела, типа, в телескоп, да, это не девочка на самом деле, а мальчик. Мир разрушен, да? Ну, ладно, это всё ладно, будем приступать к просмотру, друзья, но перед этим не забывайте, если вы ещё не подписаны, подписываться на канал, ставить лайки, писать комментарии, а также подписываться на телеграмму и отвечать, все ссылочки находятся в описании под роликом. Ну и желаю всем приятного просмотра, поехали смотреть. Мастер? Так это лагерь ловца? Как-то он высоковато. А, кстати, об этом. Что такое? Ну, вообще-то, в лагере ловца вроде бы должен быть часовой. Поэтому, когда замечает людей, он спускает им гондолу, чтобы поднять наверх. Красный свисток, робот. Наверное, они предостерегаются. Рэг, сможешь достать своей рукой? Может, с двумя руками, или... Сейчас попробую. Кажется, я смог взяться. Рэг, что такое? Что-то взялось за мои руки. Так она всё ещё жива? Это малявка. Настоящие секреты не кроются во тьме ночи или хитроумных ловушках. А прячутся в глубинах людской души. Проведя множество ночей в таком отчуждённом месте, их душа отстраняется. И со временем они становятся непостижимы другим. Хорошо, гондолу опустила. Но я бы не считал это жестом доброй воли. Я бы всё равно... Предостерегался бы того, что может произойти. Ну, не зря же чёрный сесток, типа... Пытался их отговорить, да, этим вот заниматься? То есть, идти сюда. Он, наверное, знает, о чём он говорит. И смотрите, как сразу же ей становится хуже при даже маленьком подъёме. Просто небольшой подъём вверх. И она уже практически падает. Всё хорошо. Ого! Молодец, что выдержала подъём. Хотя действие проклятия тут и послабее, чем в центре. Я всё же думаю, что детям это сложно. И смотрите, значит, не влияет, типа, твой, там, то, как ты физически развит, твоя сила, твоя мощь. Ну, то есть, посмотреть на того чёрного свистка, да, он, типа, такой здоровый, огромный, как бы, да. То есть, видно, что именно, вот, обладает большим, большой силой, да. И может справиться с этим, вот, типа, проклятием. Всё равно, тем, не знаю, по мне, типа, чем больше тела, тем как-то проще тебе справляться, если физически оно сильнее развито. Но, наверное, нет. Потому что она, допустим, белый свисток. То есть, она уровнем и рангом выше того чёрного. При этом она женщина, обычная женщина. Я бы не сказал, что у неё где-то как-то развита там какая-то мускулатура и так далее. Обычная нормальная фигура, худенькая, стройная женщина. Но при этом белый свисток, которая опускалась очень глубоко и поднималась. Значит, с этим справиться можно не только именно вот в плане какой-то физической силы, а, наверное, как-то можно приспосабливаться. Или это проклятие, это такая же штука, как и тренировки. Ну, то есть, когда ты, допустим, тренируешься что-то делать, поначалу у тебя получается это плохо. Чем больше усилий ты прилагаешь, чем чаще ты пытаешься как бы это делать, у тебя получается лучше, 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 лучше с каждым разом, и ты по итогу это доводишь до совершенства. Может, здесь подобный же случай. То есть, если ты опустишься на определенную высоту, тебе нужно постепенно подниматься. То есть, ты частично чуть-чуть поднялся, раз поднялся, два поднялся, три. То есть, снова опустился на тот же уровень, поднялся чуть-чуть. Стало там плохо, слегка так не доносимо, все, успокоился. Дальше не поднимаешься. Ждешь, пока у тебя это состояние пройдет, опускаешься обратно вниз с того же места, с которого ты поднимался, и еще до того же уровня подняться, еще, 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 еще. И так это продолжает до тех пор, пока ты вообще не перестанешь ничего там чувствовать, пока это проклятие для тебя не станет какой-то такой вот типа обыденностью, да, которая, ну, в принципе, никакого вреда тебе не приносит. То есть, да, ты чувствуешь, что оно на тебя действует, да, но уже тебе на это похуй, потому что ты к этому приспособился, адаптировался, вот, и именно физически тебе это уже никак не вредит, вот, потому что ты научился с этим справляться. То есть, справляешься практически как иммунитет, да, ну, то есть, у тебя становится практически какой-то иммунитет, да, конкретно к этому уровню высоты. Потом ты после этого начинаешь новый уровень высоты, новый уровень высоты брать, новую планку, да, снова уже с того, на который ты поднялся, ничего не чувствуя, поднимаешься еще выше до того момента, пока тебе плохо. И вот так вот продолжаешь. И, может, таким вот образом ты прокачиваешь свои способности. Ну, это как вариант вообще. Но хрен его знает, как у них все это работает. Я Рико. Мы знаем. Рико. Я знаю. Ты дочь Лизы, так? Мерзко. О, вижу, мальчик легко справляется с проклятием. Теперь, когда я подошел к ней поближе, она высоченная. Не удивлюсь, если она выше двух метров. Ее волосы. Почему они не падают? Да еще... Этот белый свисток. Эта женщина... Белый свисток. Озен. Непоколебимая. Этот свисток. Кто бы мог подумать, что я снова его увижу. А, она дала ей белый свисток матери, да? Ну да. И у них у всех он своей формы какой-то, разной формы, да? У нее, типа, какие-то рожки, и это, типа, в виде какого-то гроба, не знаю. Я думал все время, что это у нее глаза закрыты, а у нее открыты просто они черные. Ты, блядь, сейчас лицо поломаешь себе, ты шо, блядь? Ты как бы кланяешься, но не так. Так, вот это бы что ты сейчас делаешь, Анилибрия, да? Вот ты специально вот это вот сейчас со мной вытворяешь, да? Вот специально, да? Ты знаешь, сука, что это мой любимый голос, вот любимая озвучка именно персонажа девушки, женщины, девочки, да? Вот он, который озвучивает ее. И вот я не чувствую какой-то вот такой вот, типа, неприязнь, она мне, типа, женщина, какая-то белая свистока, она мне не нравится, я чувствую от нее какую-то опасность, я думаю, что нужно ее остерегаться, да? Но ты при этом, сука, вот переводишь ее вот этим вот голосом, этим голосом, который мне просто нравится до невъебения после песни «Ночных сов». И по итогу будет начинаться нравиться персонажа, бляха. Хитро нахуй. Хитро. Ладно. Эти былые времена. Нам даже пришлось оставить тот бесценный колокол. Если бы только я оставила тебя, тот ребенок смог бы пойти с нами. Я так жалею о произошедшем. Какой ребенок? Мастер? Ты ведь красный свисток. Ты должна знать, что спускаться сюда запрещено. Я спустилась за своей мамой. Именно поэтому мы с Рогом спустились в бездну. Так что, как только мы кое-что узнаем у вас от мамы, мы тут же уйдем. Пожалуйста. Понятно. Вот как. Да. То есть ты считаешь, что этого достаточно, чтобы иметь право сюда заявляться? Типа, а в чем проблема-то? Простите. Не, а в чем проблема? Ну, она обычный как бы человек, она не какой-то там монстр, блядь, или какой-то твой там враг. Просто человек, просто, ну, блядь, спустилась там, ну, ладно, нарушила где-то какие-то правила, но тебя это ебет. Как бы спустилась и спустилась, вверх подняться сейчас не сможет. Это для нее смертельно опасно. Спустилась ради матери, пусть до конца это не оправдано, пусть даже отчасти это глупо, но ты такой же человек, как и она, вы одинаковые. При этом ты белый свисток, ты из ее же поселения, тебя там уважают, тебя там знают, ты знала ее мать, ты знаешь ее. Как бы ты ненавидела ту ситуацию, которая произошла раньше, когда вы ее спасали, да, чего бы ты не лишилась. Ну, она же в этом не виновата, и она не виновата в том, что она родилась в то время, да, в том, что вы, типа, там ее спасали. Это был на тот момент твой выбор, тебя, скорее всего, никто не заставлял, даже если и заставляли, в этом нет ее вины. Вина лежит на ком-то, кто, допустим, тебя заставлял. И сейчас она просто все, что она сделала, она опустилась, она зашла к тебе в гости. Если, как бы, ты ничего не хочешь ей рассказывать, не хочешь ей помогать, не хочешь ей ничего объяснять, ради бога, хоть нахуй пошли. Но не говори вот таким вот, типа, образом, типа, какого хуя вы приперлись, типа, какое вы право имеете и так далее, блядь. Никакого, сука, ты сама опустила гондолу, я с этим не хотела со мной разговаривать, не хотела бы со мной видеть сверху, с высоты, блядь, своего этого дома припидженного, сказала бы, пошли нахуй, я вас видеть не хочу, да. Ну, и мы, как бы, пошли бы. Не факт, что нахуй, но пошли бы. Куда-то, в каком-то направлении, в направлении вниз. Вот, и все, никаких проблем. А так, ты опустила гондолу, ты опустилась, ты нас взяла, ну, вернее, не опустилась, ты стояла, типа, там ждала. То есть, ты ждала, пока мы поднимемся, ты нас пригласила, типа, там, в дом, ты с нами общаешься. Ну, так, блядь, если этого ты не хотела, если тебе это, нахуй, было не нужно, нахрен ты это делала, эти манипуляции, это можно было и не делать, правильно? Ну, я так это вижу, поэтому, как бы, давай, не выебуйся, сейчас. Несмотря на это, мне все же интересно, как красный свисток смог добраться сюда в одиночку. Мору-рук? Да, мастер. Выслушай наших гостей. Вы хотите, чтобы это сделала я? В смысле, сделала я? Мне же сказали, что это сделала я? Дети, можно будет легче говорить с другими детьми. Ну, пизду давай. Я выслушаю вас завтра. Да завтра не факт, что нам будет надо. Возьмите это, пожалуйста. Это же синие свистки. Только на время вашего пребывания. Было бы сложно каждый раз объяснять рейдерам, что здесь делают два красных свистка. Я возьму это в качестве страховки. Когда вы будете уходить, я обменяю его на эти свистки. Пожалуйста, останьтесь тут на ночь. И не забудьте обязательно помыться водой. А, ну, как бы, пожалуйста, хорошо. Ну, как бы, с каким бы она голосом это ни сказала, но сказала, пожалуйста. Это уже чего-то стоит. Помыться, да, без проблем. Мыться, это, блядь, прям за... За ради бога, я только за. Помыться, это прям за счастье. Вот. А свистки, ну да, она просто подстраховалась для того, чтобы не влипнуть сама в какую-то ситуацию. Потому что, вне зависимости от того, какой у нее авторитет, то, что она свисток, все равно ей будут задавать лишние вопросы. Какого хрена она, допустим, там впустила и ничего нигде никому не сказала и ничего не предприняла, видя то, что, класс, красный свисток, одна в солянова опустилась, при этом не имея на это никакого абсолютно права, да? То есть она должна об этом оповестись. А так, если к ней кто-то придет и увидит, что они с синими свистками, к ней не будет никаких вопросов, потому что, по сути, как бы синие свистки, где бы они их ни взяли, они доказывают то, что они имеют право спускаться на этот уровень глубины. Тут все логично, тут я совсем согласен и претензий к ней не имею абсолютно никаких. И взяла что-то в залог для того, чтобы они эти свистки в дальнейшем не спиздили. А откуда у нее эти свистки, это уже другой вопрос. От вас сильно несет рвоты. Не от вас, а от нее. Давайте я вам тут все покажу. Этот лагерь был построен в пустотах древа под названием Великая Портра. Стройка новых помещений до сих пор по чуть-чуть продолжается. Говорят, что корни этого великого древа прорастают за пределами бездны, распространяясь по океанскому дну. Это точно информация? Нет, только теория. Корни всасывают необходимые питательные вещества. Поэтому древо так сильно разрослось, хотя тут нет солнечного света. Смотрите. Вот эта стенка, это часть самого дерева. Интересно. А что случится, если оттуда начнет расти ветка? Вот ваша комната. Там ванная комната. Апартаменты? Это практически как отель. Ну, мы вообще в ней моют реликвии. Да, похуй. Рек, я знаю, что ты робот, но какой-то необычный. Я не догадывалась, пока Рико мне не сказала. Так что я удивилась, когда увидела, как твои руки растягиваются. Если честно, я даже не думаю об этом. Такое, да? Что-то не так? Мару Рук, могу тебя так звать? Да. Вообще-то, я тоже немного запутался. Что не так? Спрашивай смелее, я отвечу, если смогу. Ну, ты девочка? Так воду не выливай. Так холодно. Понятно. Тебе тоже нелегко пришлось. У каждого свои проблемы. Ой, да ладно тебе, Рек. Со мной ничего такого не делали. О, смотрю, вы уже успели поладить. Прости, Рек. Мне нужно что-то сухое из одежды. Я принесу сменную одежду. Дай газу, ничего, давай там ни сисек, ни писек там, ни хрена ещё. Ещё не выросло там ничего. Вы голодны? Это остатки, но их должно хватить. Ну, как бы пожрал бы, да. Мару Рук, ты примерно моего возраста, но уже стала синим свистком. Да. Обычно детям до 15 не дают синих свистков. Но, похоже, что ученикам белых свистков делают исключение. Да и, скорее всего, она же всё равно находится постоянно конкретно именно в этом месте. Вернее, находится он. Он, она похую. Он, короче, находится постоянно в этом месте. И абсолютно так же она могла выдать ему свисток, так же, как выдала им, да. То есть, они пришли к ней, она им выдала всё. Он же не поднимается на вершину. Это не значит, что у него получится. Это не значит, что он сможет это осилить. Он постоянно находится конкретно именно на этом уровне и занимается просто-напросто вот этим, ну, смотрит там свой телескоп. Вот, следит за тем, какие люди где-куда придут. И плюс он помогает где-то их обустроить при случае, если они поднимаются, да. То есть, типа, показать им там апартаменты, всё объяснить, всё показать. Ну, вот и так далее. Типа, чего бы не выйдет. Она с таким же успехом могла, типа, и белый ему въебать. Типа, ну, как бы это ничего не значит. Как бы свисток и свисток. Сразу после одного случая, в котором я потеряла сознание, мастер нашла меня и забрала с собой. И с тех пор я живу тут. А? Ты не собираешься возвращаться на поверхность? Моя кожа чувствительна к свету. Поэтому у меня не получится жить наверху. А, значит так? Ну, давайте есть. Спасибо за еду. Ну, какого хрена тебя попросили, блин, быть парнем? Вернее, быть девушкой. Если ты являешься парнем. И это вообще получается мне проспорили, да? Если так подумать. Эй, Марурук. Слушаю. Что не так с реликвиями в этой комнате? Просто Рика начала с ними играться. А, ничего страшного. Их все равно не собираются доставлять на поверхность. Это те, которые не прошли отбор реликвий этой зоны. Это реликвии четвертого уровня. Так, это реликвии четвертого уровня. Рэк, смотри. Это называется сфера Солнца. Хотя они и одинаковые, тут внизу его форма усложнилась. Я слышала, что реликвии приобретают все более сложные формы со спуском в бездну. Ого. Примерно сорок процентов из всех найденных тут реликвий похожи на яйцо. Хотя это все инструменты, которые использовались древними людьми, они остаются загадкой. Завидую. Хотела бы я такую найти. Если бы вы остались тут ненадолго, думаю, вы бы смогли. А ведь точно. Пойду спрошу мастера. Ничего, если вы останетесь тут еще ненадолго для этого. А это точно нормально? Дети вашего возраста впервые попали в это место. Мне бы хотелось провести с вами чуть-чуть побольше времени. Не, ну как бы без базара. И мне тоже хотелось бы. Прости, Марурок. Моя мама на дне бездны, и я даже не знаю, как она там справляется. Вот. Вот. Это вот просто я хотел до этого сказать. Я просто дождался какого-то определенного момента. То, что, типа, ты из-за какой-то... То есть ты спускаешься, ты все там бросила, пошла против всех там правил, против всего для того, чтобы, типа, найти свою мать. То есть это твоя основная цель, ты ради этого спускаешься. Сюда ты зашла просто за информацией, которая тебе, может быть, поможет. Отчасти в том, чтобы добиться своей цели. То есть опуститься вниз, да, и найти где-то свою мать. Вот. И тебе просто предлагают... То есть ты увидел реликвию, тебе предлагают найти подобную, типа, реликвию. И для этого тебе нужно остаться на подольше времени. И ты такая... Ебать, конечно, останусь, как бы забыв про то, что где-то там мама... Похуй уже на маму, там реликвию найду. Но нет, хорошо. Вспомнила, одумалась. Вспомнила то, что она здесь находится совсем по иной причине. Не по причине того, чтобы найти какую-то реликвию, а по причине того, чтобы спуститься дальше вниз и найти мать. Хорошо. Ты смотри мне, ебать. Я даже не уверена, должна ли я вообще спешить куда-то. Именно поэтому я должна идти. О! Понимаю. Что ж, давайте наговоримся вдоволь сегодня. Именно это мой мастер и приказала мне сделать. А поспать? А спать? А... Спать хочу. А когда спать? Туалет. Туалет. Похуй. Тут кто-то есть? Это что за хуйта? Может если она здесь находится, она никакой Несет никакой опасности? Ну вдруг это, ебать, домашний питомец? Там типа собачки Или котика Ну это да, это очень умно Очень умно не разбудить, типа, где-то кого-то А просто залезть нафиг под одеяло Крэгу Ты разбуди, скажи, что ебанина какая-то там шляется Разбуди мелкого этого Он, может быть, знает что-то по поводу Не волнуйся, Рико Со мной тоже такое случалось два года назад Но, Рико, почему это ты намочила мое пасте? А, боссалась? Силен, очень старалась найти туалет Когда я проснулась посреди ночи и начала искать его Я что-то увидела Как бы это не отменяет того факта, почему ты обоссалась конкретно именно у Рэга Рэг, тебе подставу влепили Очень страшно И тогда я побежала в комнату, а потом... Ой, да будет тебе Рико Мы никогда раньше не получали жалобы на привидения в нашем лагере Но... Вот именно, Рико Рэг... Это же существа из фантазий Их не бывает Так ведь? Живые трупы, мертвецы и тому подобное Такого ведь даже в послании матери не было Мастер? Похоже, у вас здесь завязался интересный разговор Эм... Это... Простите, пожалуйста О, понятно Дело не в том, что ты не заметила Похоже, что никто этого тебе так и не рассказал Даже Хаблок О чем вы говорите? Хочешь узнать? Да? Ну... Как бы да Тогда следуй за мной А если нет То лучше забудь то, что ты увидела Не, надо пойти узнать На будущее Но все равно она ебать странная какая-то Это белый свисток Этим утром Марурук мне все о вас рассказала Но уточню на всякий случай Вы пытаетесь найти Лизу, это так? Да Моя мама позвала меня Да не кричи ты Разве эта вещь не достигла поверхности? Лиза мертва Ваше недолгое путешествие оканчивается тут Кто, блядь, так решил? Где именно вы нашли свисток и запечатанное письмо? На могиле Я уже и не помню, как давно это было Четвертый уровень В глубинах Кубка Гигантов Там есть огромное поле вечного цветения И могила была вырыта там А ведь Лиза очень любила это место Так, не-не-не-не-не Это максимально выглядит так, что да Что матери как бы нет и мать умерла Но я все равно в это не верю Это может быть, ну, какая-то типа там обманка Или Смотрите, что это еще может быть Свисток это очень дорогая вещь для человека Чей он, да? Особенно, наверное, любил свистка Ты его добивался Это для тебя безумно дорогая вещь И Могила Не подразумевает конкретно именно смерть Этого человека Тем более, что обычно эти вещи Хоронят вместе с человеком Но это все не суть Я просто веду к тому, что У ее матери мог быть какой-то очень близкий И родной человек В глубинах как бы этой Этого В глубинах этой бездны, да? И может быть, этот дорогой человек Ей дорогой человек погиб И понятно, что она его похоронила По всем типа там где-то каким-то почестям Которые у них есть, да? Придала его земле И при этом оставила на могиле Самое дорогое от себя Частичку себя Самое дорогое, что у нее было Это свисток Это же вполне вероятно То есть такое может быть, правильно? Вот, поэтому Ни в коем случае Не исключаем той возможности Что она еще жива Да, мы это принимаем к сведению Да, шансы у нас 50 на 50 Либо жива, либо мертва Но абсолютно такие же шансы у нас были Когда мы начинали этот путь То есть если сейчас Рика Впадет в какую-то панику Я ее не пойму Потому что изначально Когда свисток достиг поверхности И письмена твоей матери достигли поверхности Это уже означало и судило о том Что с ней что-то не так Как с ней что-то произошло И не факт, что она жива Правильно? И это нужно было понять Затем нужно было смириться Это нужно было принять к сведению Вот, но ты все равно После этого спустилась В надежде В надежде, повторюсь Не в уверенности того Что типа она жива А в надежде на то, что Она жива и ждет вас внизу И ты, да, живешь этой надеждой И ради этой надежды Ты спускаешься вниз Ты принял решение От этого решения своего Уже не отходи Раз оно принято Достигни предела Достигни конца То есть сделай все для того Чтобы осуществить свою типа мечту Даже если по итогу она будет провальная И мать в итоге окажется мертва Вот Но именно вот из-за этого случая Паниковать не стоит Потому что все может выглядеть Не так, как оно выглядит На первый взгляд Согласитесь Так? Так Меня больше волнует вопрос Во-первых, письмена Да, в которых было написано Что-то ею Но это могло быть написано И до ее смерти И до находа свистка Да, тоже имеет место быть Самый сильно меня интересует вопрос Какого хуя Типа ты решила Ну да Мы нарушили правила Мы пришли сюда Куда не имеем права прийти И да Может быть ты имеешь полное право Типа нас там сдать на поверхность Сдать и посказать Что вот тут пришли к тебе Те, кто нарушил правила Вот Позвать людей Чтобы они за нами Допустим там пришли И отправить нас на поверхность Имеешь все на это основания Все Ну то есть Ну реально Да Как бы можешь так поступить Но все равно Типа нахуя Почему То есть наша дорога Заканчивается здесь Если ты конечно Беспокоишься о том Что Мы погибнем Если опустимся вниз То есть беспокоишься Конкретно именно О наших жизнях Ну ладно Окей Я смогу это принять Если просто Ты как бы Бъебаешься Ну нахуй иди туда Это могло быть написано До Да А ты пиздишь мне А ты пиздишь мне Может повторишь Зачем ты хотела Спуститься в глубины Бездны Я Хочу проверить Сама Это отличная Идея Ты собираешься Разрыть Ее могилу Да ну же Нужно понять Связь между Рисунками мамы И Рэгом Понятно Вторая причина Спуска Ну что это за место Моя комната Вы же следовали за мной Потому что хотели узнать Так Да что за обстановка Такая нагнетающая Озвучено проектом Анилибрия.тв И что это за куб Куб и куб Куб и куб Там ничего не будет Да просто титры Просто титры И частичка Наверное того Что будет В следующей серии Ладно Ладно Эта серия Какая-то такая Я бы Ну Максимально Спокойная Я бы даже Сильно Где-то как-то Информативно Ее не назвал бы Да Ну просто Серия и серия Неплохая Нехорошая Непрекрасная Нехудшая Обычная Обычная серия Понятно Что ничего не происходило Ничего мы по итогу Не поняли Узнали о том Что типа Мертва мать Но мы и так 50 на 50 Были в этом уверены Типа либо мертва Либо жива Других вариантов Как бы и не существует Да Что-то еще мы от тебя узнали Нет Какое-то существо Типа вроде бы мертвое Но при этом живое Да То есть Которого увидела Рика Тоже ты не объяснила Что это за существо По поводу тебя Допустим Как все произошло Когда вы доставляли На поверхность Именно саму Рика Да С ее матерью Ты тоже ничего не объяснила Ничего не рассказала Да Что-то о матери Что-то о Лизе Ты тоже ничего не рассказала Что-то о том Когда ты упомянула Именно То, чего ты лишилась При подъеме Лизы С ее дочерью То есть Когда ты помогала Да Лишилась кого-то Тоже ты ничего не рассказала Ничего не объяснила То есть В этой серии Реально Не объяснили Абсолютно ни хрена Единственное Что мы услышали Это от приспешника Получается Этого вот белого свистка То, что К нему хорошо относились То, что он Как бы У него Проблема с кожей Типа там Которые Из-за которой Он не может жить На поверхности Потому что у него Типа своеобразная Типа там Аллергия на свет Да Ну я так это понял И то, что он Постоянно Сидит и смотрит Телескоп Это его работа И он Синий свисток Все Мы больше Не узнали Абсолютно Ничего Ну полный ноль Поэтому я не могу Назвать эту серию Информативной Обычная Обычная серия Не более Вот Поэтому просто будем Мне даже сказать По этой серии Из-за этого Нечего Вот Поэтому будем ждать Просто продолжение И смотреть Что же будет дальше Вот А на этом моменте Тогда буду заканчивать И буду со всеми прощаться Так что Надеюсь, ребята Что вам понравилась Эта реакция И всем Доброго дня Доброго вечера Увидимся уже совсем скоро В новых реакциях Как на это аниме Так и на другие Всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok